Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Гисели. Сегодня у нас на очереди обзор фракции кораблей. Да, и будем сегодня рассматривать Легион Морду. Корабль достаточно интересный, в ПВЕ можно тоже использовать снайпевтах. Я видел, как прилетал ко мне парень, когда я делал кондуит, он по приколу прилетел, начал стреливать, но ничего не получилось, он свалил, и я в итоге один оттанчивал. В общем, друзья, с вас как сел, лайк, подписочка, с меня контент, поехали. Читаем, смотрим, что нам они предоставляют. В бою на Ямике Легиона Морда полагается на ракетные установки, от огня противника защищаются как скоростью, так и щитами. Намек понят. Так, ну, собственно, ракеты, собственно, выводят из строя варп двигатели кораблей, уже есть намек на хороший ПВП со стороны этих кораблей. Далее защиты щиты. Хорошо, давайте-ка смотреть, начнем с грамура. Так, что он у нас может дать? Давайте сразу стимулируем кораблик. Смотрим. На 10% бонус дальности действия варп глушителей и варп подавителей не слабо, скажем прямо. Очень хороший бонус, который наполовину увеличит дальность. Далее. За каждым из своими навыка колдарские фрегаты увеличивается урон боевых частей ракет. При всем при этом любое. То есть электромагнитная, термическая, эксплоузив, киноэктик, все что угодно. И профиль на стоимости проекта. На 200% повышается скорость полета ракеты, на 50% сокращается полетное время ракет. Эти два навыка. Короче, если было бы на 50% повышается скорость полета, на 50% уменьшается время полета, они вдруг, грубо говоря, уничтожили эти навыки. Бонусов бы особо не было, но бонус имеется на повышенную дальность в итоге. Давайте-ка примерно посмотрим, что с ним можно сделать. Что мы видим? По счетам у него 816, 4 тычки здесь, 3 здесь. Можно сделать пассив танк шелдой, конечно же, и делать аномальки. Но для этого дела я лучше бы взял ворма. Так, давайте посмотрим, насколько сильно у нас все это дело возрастает. Допустим, берем варп-подавитель, варп-деструктор. Т-2, у него дальность 7. А, ой, 24 километра, я их путаю до сих пор. 24, здесь будет уже 34 километра, заметили? То есть на таком расстоянии мы можем держать противника и накидывать ему хороший урон. А если у нас будет таких несколько, то все, кораблю кобзец. Он никуда не улетит и все с этим. Давайте теперь посмотрим, как далеко будет работать у нас варп-глушителе. Вот они как раз-таки 7 километров. 9, 9 километров. И работают на 13. Но это уже по вкусу. Либо таких два, либо таких два. В дальнейшем я поставил раздувочку щита из серии... Так, давайте-ка вот так вот. Естественно, разожремся в электромагнитном. Раздуем щиты. Ну, большой сои, естественно, не влезет. Средний и то с натяжкой. Может не хватить потом места под все остальные хотелки. Теперь посмотрим, как далеко работают у нас ракеты. Кстати, вот, наверное, нет. Сюда можно поставить МВДшечку. Которая будет, насколько, 3386 километров. Либо АБшечку, которая будет 1000 лететь. Ну, тоже, кстати, неплохо. Большая скорость, большое расстояние дистраптора позволяет нам хорошо работать по противнику. Так, теперь срочно ищем наши пусковые остановки ракетные. Сюда я бы рекомендовал ставить ЛАЙТ. Легкие ракеты, которые... Так, пусковая, легкие, вот. Так, раз, два, три. Слезает, смотри, а. Так, комплектуемость СССР. Ну, вот, допустим, на фуриках. Как ты далеко будешь летать? На фуриках 35 километров как раз-таки нам подходят подвар дистрапторы. И это причем фури. Присижены вроде должны подальше летать. А, нет, 24. Хм. А, это фракционники у нас дальше летают. Это автотаргеты. Блин, а где обычные? Это, погоди. Все вижу. Вот, да. Тут уже 47 километров. Очень большое расстояние. Но остановимся давайте на фуриках. 96 ДПС вообще ни о чем. Но мы это дело можем увеличить балконами. Кстати, что у нас по накачке щита? Скорость накачки щита. Восстановление 4 хита в секунду. Модификаторы. Залетим в щиты. Возьмем пургеры. Ну, естественно, малые. Так, пургеры, пургеры, пургеры. Угу. 7 хитов в секунду. Отлично. В нижние слоты либо ставим уже на урон, либо... Сейчас вот это мы уберем. Так, в турели. Система вооружения. Ищем, ищем. Раз, два, три. Но центральный процессор нам говорит пока. Обидно, обидно. Давайте смотреть остальное, что можно сюда поставить. Так, модули щитов. Давайте на раздувочку что-нибудь поставим, чтобы было. Ну, в среднем вряд ли. Ага, поставим малый на раздув. И поставим в нижние слоты силовые реле щитов. Угу. Хрен он влезет. А если так? 20 хитов в секунду, но суть вы уловили, как это дело фитится. Хороший урон. Достаточно очень хорошая, очень хорошая дальность воздействия. Дистрапторами, блин, с крем, с крипками. И хорошая дальность введения ракетного огня. Великолепно. Для ПВЕ я бы не стал использовать, а для ПВП да. Да, еще раз да. Давайте перейдем к следующему кораблю. Так, и далее у нас идет Ортус. Ортус я частенько вижу на зеленых аномалиях или на скайных аномалиях. Частенько на них летают ребята. Я так и не понимаю, почему. Да, урон высокий и высокая дальность введения. Но, блин, гиллу в этом плане, мне кажется, лучше. В плане ПВП сборок все точно то же самое. В плане ПВЕ сборок это, ну, максимум, что он может. Это, как я считаю, это использование... Где-то, е-мое. Легкие рапитки. Так, стой, это не те. А где легкие скоростные? Скоростные, вот скоростные легкие. Не то поставил. Виноват. Как раз-таки одна тычка под запуск разведзондов. Так, и давай-ка, ну, фурик, что, посмотрим. 35 километров. У гилла, если не ошибаюсь, 24 или что-то такое с моими навыками. При этом 264 ДПСа сходу. Неплохо. Давайте два балкона поставим, посмотрим, что у нас будет. Лишь только два. Так, 325, 389. Плюс мы можем взять с собой 5 лайт-дронов. Ну, для ПВП это будет, естественно, хорошо. Учитывая, что мы здесь можем поставить, как его раздуть и сделать на пассив танк. Но для ПВЕ, ребята, выбирайте лучше для этого дела гиллу. Естественно. А вот с Баргестом не все так просто. У него, тем временем, по 6 тысячек везде, что... Достаточно много. Но не забывайте то, что это уже большой линкор. На него ставятся круизки, торпеды и так далее. И в ПВП, если его использовать, то это лишь один вариант вооружения, который я вам могу посоветовать. Это у нас скорострельные тяжелые. Скорострельные тяжелые, извиняюсь. Вот скорострельные тяжелые. Так, Рапид Хэви Лаучер. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кстати, две тычки остаются под ваши пожелания. Ставим фурики. И у них дальность, внимание, 53 километра. Что позволяет нам добротно работать на... На вар-подавителях, на дистрапторах. Дальность 34. Естественно, у меня он вкачан не полностью. Там еще будет бонус иметься по 10%. Что увеличит еще больше дальность. И вот таким вот образом у нас получается 579 ДПС на секундочку. Это достаточно много. В плане танка... Блин, я бы делал все то же самое на самом деле. Я поставил форсажные камеры сотые. Но это мало. Лучше, конечно, поставить МВД-шечку, пятисоточку. Будет 1200 метров в секунду. Летать на большой скорости. Отстреливать противника. При этом использовать дистрапторы даже возможно две штуки. А танк, пассившилд. Потому что очень большая скорость. По вам хрен попадешь. И вы будете нормально так накидывать по противнику. Но это моя точка зрения. У вас может быть совершенно другая. В ПВЕ этого парня я бы использовать вряд ли стал. Во-первых, он очень дорогой. Он дороже, нежели Рейвен. Он стоит дороже, чем Ратл. Это 860 против 580. Ребят, это только ПВП, ребят. На другое я бы не стал его брать, правда. Подведем итоги. Хорошие корабли. На самом деле хорошие. Но в ПВЕ их за голову делают другие. За счет цены и бонусов. Тут бонусы больше у нас, ребят, все-таки под ПВП-шечку. Под скрипки, под дистрапторы. И всякое такое прочее. И на этом, наверное, все. Их применение заканчивается. Вы можете собраться большой компанией. И просто на одну цель накидываться. Не давать ей улететь в варбы. По стеклу потихонечку накидывать с большого в расстояние. Пока он будет кого-то выбирать, пока стрелять, вы уже его, скорее всего, задамажите. А у меня, наверное, на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно и в онлайн, включая стримы. Там их довольно много было. Сейчас начал писать гайдики. Есть вам какие, но для новичков в самый раз. Я их так и ставлю, что они для новичков, в конце концов. Чтобы у них было понимание, что здесь делать, что для чего и так далее. Более продвинутые гайды для, так сказать, взрослых игроков, которые с Евой давным-давно на ты будут позже. Также будет ссылочка на Инстаграм, группу ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. И в каждой из этих соцсетей я публикую видео, которые я выкладываю. Потому что Ютуб их очень странно кидает различным подписчикам в оповещение. Поэтому пришлось сделать еще различное количество социальных сетей. Так что, если вам не сложно, подписывайтесь и будьте всегда в курсе того, какое видео выходит и когда, включая стримы. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok